МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У людей моего поколения наверняка еще свежи в памяти рассказы дедов и прадедов об этой страшной и странной, перенасыщенной мировыми политическими интригами войне. Я очень хорошо помню имя одного из своих дедов, Григория Демьяновича Филоненко, вернувшегося с Первой мировой не просто живым, но еще и полным георгиевским кавалером. Но вот показывал он нам свои награды нечасто, сказался страх перед советской властью за свою причастность к ненавистному царскому режиму. Так и не успели мы, внуки, расспросить подробности о той непонятной войне. Потому так дороги нам попытки деятелей искусства восстановить правду истории хотя бы в художественном материале. И особенно дороги усилия тех, кто, обращаясь к реальным событиям, пытается придерживаться исторической правды. Совсем скоро в прокат выйдет детище союзного кинематографа фильм «Батальон», созданный под руководством Игоря Угольникова, председателя телерадиовещательной организации Союзного государства. Фильм посвящен подвигу женского батальона под командованием Марии Бочкаревой во время Первой мировой войны. Беспрецедентно само создание этого батальона по приказу Временного правительства в Петрограде 1917 года во имя поддержки духа русской армии. Исторжение ценима инициатива создания фильма о забытых героях в год столетия начала Первой мировой. Фильм создан компанией «Корнер Уорк» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. И мне, конечно же, хочется потерзать создателя на предмет соотношения правды истории и художественной правды в этом фильме. Пытались ли авторы воссоздать для нас зрителей реальный контекст Первой мировой, с которой вернулся мой дед? Или создавали еще одну красивую легенду о нашем героическом прошлом? Солдаты, развращенные идиотскими лозунгами, лживой свободой, не желают больше воевать. Войны у нас тут нету. Нам домой живыми охота. А то, что немец на русской земле стоит, ничего? Наступление в данный момент невозможно. Да, теперь нас спасет только чудом. Нет, не чудом. По моему приказу идет набор. Женский батальон «Бочкаревы». Именно это поднимет боевой дух армии. Парышню, прошу в сторону, вы не подходите. Видать толстатая. Да я не толстая. Я в дрон! Вот дает, мама. Добро пожаловать в батальон. Здравствуйте, новоправицы! Здравствуйте! Пока вы не в батальон, а просто женщины! Если хоть одна экзаменации не выдержит, батальон будет трансформирован. Я прошу направить батальон на передние края обороны. Сейчас! Сегодня Игорь Угольников, создатель фильма «Батальон» и председатель телерадиоощадельной организации Союзного государства, гость программы «Москва-Минск». И мой первый вопрос, конечно же, о взаимоотношениях автора и сюжета. Игорь, взаимоотношения автора и сюжета порой выглядят мистически. Неизвестно, откуда к нам приходит история, и неизвестно, как она реализуется в процессе. Вот как эта история женского батальона пришла к тебе? Естественно, мы думали о картине, о следующем фильме после Брестской крепости. И, занимаясь историей Второй мировой войны, обратились к истории Первой мировой войны, понимая, что столетие на носу. Но самое главное, мы думали о Первой мировой войне, потому что мы о ней ничего не знаем. Так сложилось исторически. Большевики считали, что война была империалистической, изучать ее не стоит. И при этом преданы забвению были все наши предки, которые участвовали в этой войне, погибали в этой войне и защищали Отечество. Эту войну можно как угодно обзывать, называть, но война всегда считалась великой. В Европе ее называют Великой войной. И война называлась еще и тогда Отечественной. Позже это слово перешло ко Второй мировой войне, в нашем понимании войны. И, занимаясь историей Первой мировой войны, мы искали сюжет, потому что в кино важна не фабула, то есть про что кино, а сюжет. И, занимаясь историей Первой мировой войны, мы натолкнулись на, для меня уникальнейший сюжет 17-го года, марта 17-го года, когда был создан женский батальон смерти. Он именно так и назывался. Женский батальон смерти. Женщины решили идти на фронт, дабы поднять боевой дух армии, которая не хотела к тому времени воевать. То есть вариантов не было. Вот эта история показалась тебе сразу кинематографичной. Абсолютно. Потом я сразу увидел портрет Бочкаревой Марии, которая создавала этот батальон. И сразу увидел Машу Аронову в этой роли, мою подругу, моего дружочка. Она начинала у меня когда-то, кстати, здесь, в Останкино, будучи на третьем курсе Щукинского училища, вместе с Ноной Гришаевой, начинала у меня в Абане. И вот это теперь народная артистка нашей страны. И в этой роли она проявила... Ну, в этом и есть определенная мистика. Появляется история, герой уже есть, как бы в сознании создателя. Осталось найти режиссера. Осталось найти режиссера. Почему Дмитрий Месхи? Почему Дмитрий Месхи? Во-первых, потому что надо было картину снимать в Питере. Батальон дислоцировался в Питере, в Михайловском замке. Плюс мне нужен был режиссер, который не только, как мне казалось, и я не ошибся в этом, чувствует войну, чувствует историю, но еще и может продюсерски мне помочь в Петербурге. Но судя по тому, что я уже знаю про ваш фильм, все-таки ваши героини очень разные. Вы уже сказали про сословия, но есть еще и психологическая мотивация, каждая отдельная. Ведь, наверное, кроме безудержной отваги и нашего желания, презрения к смерти и желания умереть, есть еще какие-то мотивы. Ведь судьба-то у многих из них не сложилась. Вы как-то касаетесь вот таких бытовых, психологических мотивов? Конечно. Мало того, ведь это девушки были женщины, они влюблялись, что пресекалось категорично, и мы не стали показывать. Иногда сама Бочкарева одну пару застав расстреляла собственными руками. Мы об этом не будем говорить, потому что не это главное. Главное это то, что было в этих девушках, которые приняли решение идти на смерть. При этом, даже в казарме, когда одна девушка говорит, уходи, здесь будет мое место, мне больше нравится, потому что мы простые, а благородная здесь не должна быть, уходи отсюда. И благородная говорит, а вы и в окопах будете делить, кто благородный, а кто нет? Мы как воевать дальше будем? Вот это очень важно, да? Когда давайте договариваться, как мы будем жить дальше. Это нынешний, сегодняшний день. Давайте договариваться и смотреть, что происходит вокруг. Прервем на минуту наш диалог, чтобы встретиться лицом к лицу с самой историей этого батальона. Кто они были, эти русские амазонки, на самом деле? Оказывается, сохранилось немало подробностей о жизни главного прототипа фильма, его главной героини. Мария Фролкова, которая позже станет Бочкаревой, крестьянка из Новгородской губернии, с типичной судьбой русской женщины. Ее первого мужа по фамилии Бочкарев, горького пьяницу, она бросила без сожалений. Второй оказался авантюристом, мясник Яков Бук. Бука арестовали за разбой, и она без раздумий последовала за ним на поселение в суровую тайгу. Но вскоре и Яков запил, стал колотить жену. Мария, не по примеру многих русских женщин, терпеть не стала и ушла. Когда разразилась Первая мировая, Бочкарева отправилась на фронт добровольцем, причем не сестрой милосердия, а на передовую. Поначалу солдаты пытались заигрывать и шутить, но недолго. Баба в погонах в бою оказалась зверем и быстро сыскала уважение среди воинов, прозвавших ее Яшкой, по имени ее бывшего спутника жизни. От командования Бочкарева получила Георгиевский крест и три медали. Боевую Марию заметил Керенский и обратился к ней с просьбой организовать женский батальон смерти для поднятия боевого духа на фронте, который уже шатался. Вот так вошла в историю простая русская женщина Мария Бочкарева. И в фильме «Батальон» началась ее вторая художественная жизнь. Девоньки мои, простите меня. прощайтесь. Господи, Божий Всесильный, ты, буховальщик, на милость твою, не оставляя их, но защищая их. Будьте мне милостивы, соблюди меня от прелести вража твоим защищением. Да не подогреться противниками моими, и да не порадуется враг мой мне. Предстань мне спасителю мой в подвиге всем за имя твоей святой. Ты меня укрепи, утверди, подожди, как выбирали актрис на роли своих героиней. Я уже сказал про Машу Аронову, для меня не было выбора, это сразу был фильм придуман на нее. Маша Кожевникова, для меня тоже было очень важно, чтобы она сыграла одну из ролей. Не буду опять-таки рассказывать, что у нас произошло в результате с ее образом, который трансформировался, исходя из многих обстоятельств. Скажу лишь, приоткрывая завесу, что мы остановились на три месяца, потому что у нас Маша рожала. Но родив ребенка, Ваньку, она через две с половиной недели уже была на площадке. И прыгала, бегала, стреляла и так далее. Все как полагается. А что касается Кожевниковой, и Маши Аронова, и Маши Кожевникова, помимо профессиональных своих актерских качеств, которые привели они в своем фильме, они привели еще гражданские позиции свои. Они были видны и видны будут в картине. Остальных актеров можно как угодно про них говорить. Но я хотел бы еще про Башарова сказать, что, во-первых, он очень похож на Керенского. Просто удивительно. И мне кажется, он сыграл роль, которую он в своей жизни тоже никогда не играл. Очень серьезную роль противоречивого человека. Пожалуй, вот о каких актерах я бы стал говорить. У меня все время возникает какая-то ассоциация с фильмом «Азорь здесь тихие». И когда я стала думать, а почему? Ну, конечно, женские характеры, женские судьбы. Но еще одна вещь, мне кажется, и в том фильме, благодаря Васильеву, благодаря создателям его, и в вашем фильме, приоткрывается тайна русской души через душу русской женщины. Вот до каких тайн вы еще докопались в этом исследовании? Вы понимаете, даже тайна для меня была в том, как девочки согласились отстричь, но волосы на лысо постричься. Я бы был уверен, что актрисы настоящие на это согласятся. Несколько актрис отказались. Сказали, я не могу, извините. Мне очень-то хочется сыграть, но на это я пойти не могу. Но, как пострелили их на лысо массовка, которую, я думал, что это будет невозможно. Как мне 200, а надо создать настоящий батальон? Ну, ладно, девочки-каскадерши, это их работа, они постригли их на лысо. Их даже благодарили, говорят, теперь нам легче выходить на работу и наносить фуражки. Но массовка, и в этом и есть поступок. И когда они вместе стали действительно настоящим батальоном, и не отделяли, кто исполнительница главной роли, кто эпизодница, кто из массовки, кто девочка-каскадер, это был единый целый батальон. И в конце съемок, в финальный съемочный день, я понимаю, что они от меня ждут слово «съемка закончена», я понимаю, что у них уже подкатываются слезы, они сплодились вместе. Девочки были единым целым батальоном. И когда я сказал «спасибо, съемка закончена», у меня, конечно, тоже дрогнуло. Я заплакал, потому что это было невозможно. Они стали единым целым. Игорь, не знаю, как ты, но у меня как-то с годами все меньше остается во мне желания воевать, и я все больше становлюсь пацифисткой. Во-первых, потому что не хочется детей и внуков отправлять на войну, на любую. А во-вторых, события на Украине последние показывают, как реально любому народу оказаться втянутым в эту войну. Так вот, в связи с этим, война для меня это страшно, и только страшно, кроме героев отдельных. Каков был пафос вашего, или какой есть пафос вашего фильма? Все-таки это романтизация войны, или это что-то другое? Мы с тобой боимся войны, потому что у нас есть ценность нашей жизни. У многих людей ценности жизни нет. Поэтому для них война, это наконец-то можно себя проявить, да, жить в эпическое время для себя, потому что, еще раз повторюсь, нет ценности жизни. Для людей, для которых ценность жизни существует, для них война – это чудовищно, это разрушение. Но для них же понимание войны – это как некое очищение. Очищение, может быть, нации. Об этом страшно говорить, но это так. Так было и сто лет назад, так было, к сожалению, и семьдесят лет назад. Нам не хочется войны. Мало того, а войны друг с другом, что вообще чудовищно. Ведь тогда была война идеологий или война империй, да? А тут нас стравливают друг с другом. Это вообще понять невозможно. И с некой яростью и удовольствием брат брата начинает убивать. Нет ли романтизации военных действий в вашем фильме? Или все-таки какая-то другая задача? Что должен получить зритель? С каким чувством он должен выйти после вашего фильма? Вот говорят там еще и о «Зоре здесь тихий». Хорошая параллель, правильная. И я говорил всегда из Брестской крепости Саше Кату и Мески. Я говорил, что мы должны снять фильмы так о войне, чтобы их можно было поставить с достоинством на полку с нашими любимыми советскими фильмами о войне. О «Зоре здесь тихий», они сражались за Родину и так далее. У нас такая планка, никак по-другому. А планка эта очень проста. Те фильмы были искренними, по-настоящему. Никто ничего не придумывал и не пытался нас заставить во что-то поверить. Искренность. Вот то самое, что должно быть. Поэтому, что касается войны, надо также к ней искренне относиться. Ни в коем случае не романтизировать ее, понимаете? Ни в коем случае не делать такую кинематографию. Я ушел с фильма «Ярость» с Брэдом Питтом. Хорошо сделанное кино. Когда увидел танковую атаку, четыре танка идут рядом, в них стреляют, чтобы вы понимали. Потому что они рядом идут, чтобы было лучше в них попасть. Они сидят в открытых люках, управляют боем, кричат, а в них стреляют. Я не могу смотреть такую войну. Ну, это как комикс. Войны не надо ее романтизировать, но в то же время быть крайне искренним. Вера, лезь! Да, сейчас! Коля! Коля! Коля, дыши! Коля, Коля! Дыши! Коля, дыши! Дыши, Коля, дыши! Я хочу сказать, что ты редкий человек, который вспоминает предков в каких-то там далеких-далеких поколениях. Я недавно, я уже рассказывала тебе, у студентов провела такой опрос, попросила их взять интервью у родителей, у бабушек, дедушек. И чтобы они вспомнили, как Великая Октябрьская революция, как революционные потрясения на человека прошли через их семьи. Так вот, всего два человека из 80-ти могли найти какие-то эти корни. И второй пример. Вот я, например, знаю своего деда, одного из моих дедов, который явился живым с Первой мировой, еще и с крестами георгиевскими. Но он никогда не показывал нам свои кресты, не хвастал ими. Вот как ты считаешь, почему рассыпалась все-таки историческая цепочка в судьбе нашего народа, в судьбе каждой нашей семьи? Как ты объясняешь этот феномен? Я думаю, что это российский, отечественный феномен. Ну и белорусский, кстати, тоже. Этот феномен произошел умышленно. Мы своими руками разрушили ощущение семейных исторических ценностей. Ведь тем, кто совершил Октябрьский перевал, эту дальнейшую гражданскую войну, управлял этим процессом. Перед ними стояла задача еще и вот этого величия русского духа, объединенной нации, если можно так сказать, имперского духа. Понятие благородства истинного разрушить. И для того, чтобы это сделать, надо было сделать, чтобы мы стали Иванами, не помнящими родства. Не так давно, на осеннем кинофестивале «Листопад» в Минске, подводились итоги развития кинематографа Союзного государства. По общему мнению собравшихся экспертов и кинокритиков, Союзный кинематограф должен стать продолжателем лучших традиций советского кино, собравшего в свою копилку сокровища, принадлежащие теперь и коллекции мировых шедевров. Что будет с нашим кинематографом дальше? Пойдет он по пути Голливуда или, овладев новейшими технологиями, сосредоточит свой поиск в сфере постижения человеческой души и ее нравственных истоков? Как это всегда делали наша литература, театр, кино в своих лучших проявлениях? На этот вопрос ответят и новые картины, снятые в Союзном государстве. Но, конечно, хотелось бы, чтобы наше новое кино расширяло наше представление о собственной истории, помогало понять сложнейшее переплетение современной реальности и делало нас всех вместе сильнее, одухотвореннее и добрее. Мы продолжим этот разговор в нашем следующем выпуске. А пока всего самого доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин